здравствуйте дорогие друзья и все интересующиеся миром криптовалюты сегодня у нас очередная пятница впереди выходные и как я уже всегда говорю по традиции это низкий газ и время делать самые интересные активности давайте сразу же и начнем первая активность на сегодня которую я хотел бы отметить это у нас компания от протокола pendle я между прочим снимал про него разбор это очень интересный протокол в плане дфа это новое слово сейчас появится ссылка в углу этого видео чтобы вы смогли перейти по нему посмотреть если вас интересует тема дфа но компания здесь скажем так не для лоу банков то есть вот если мы открываем здесь сразу же нужно тысячу долларов положить в f usd 7 если вам это интересно то можно в этом участвовать потому что таких банков на самом деле немного мультиакеров я думаю же здесь будет тоже немного и возможно это действительности и такая скажем возможность получить хороший дроп хорошие вознаграждения потому что вот это не то что делают там тысячи тысячи людей а это действительности нужно иметь хороший банк поэтому если есть желание особенно если вам интересен этот протокол то я бы не пропускал такую активность второе это у нас на galaxy pancake swap запустил свою активность на сети base то есть что как обычно всякая социальщина дискорд twitter и сделать слаб на версии 3 в сети base и получите вот такую вот интересную на фишку возможно она вам что-то даст конечно маловероятно что то что вы будете обладателем этой нефти принесет вам сразу конечно дроп скажем так что скорее всего это активность хороша тем что здесь ну просто она вас наталкивает на еще одно взаимодействие еще одним новым протоколом на сети base да на pancake swap просто поактивничать ну заодно заберете нефтишку в общем-то не сложно и возможно что-то это даст сервис димейл это интересный сервис кстати для таких товарищей как мы с вами которые ищут где вы получите дроп это почтовый сервис он у нас работает через блокчейн и вот на нем появилась возможность делать отправки в сети линея новая сеть здесь появилась здесь достаточно дешевые транзакции то есть над зайти в дискорд там посмотреть адреса каких-нибудь других пользователей и так переписываться письмами соответственно намного дешевле можно здесь делать транзакции в различных сетях кстати здесь же можно делать и транзакции в старкнете сюда можно подключить кошелек браус или аргент и делать здесь транзакции намного дешевле чем обычно в старкнете потому что потому что потому скажем так вот есть такая возможность если вы хотите накрутить себе количество транзакций то неплохая возможность дается этим сервисом теперь здесь у нас появилась и линея от д-банка у нас два новых бейджа первый бейдж это если вы когда-нибудь заходили свой свой аккаунт на д-банке через ios или android а второе это для тех кто получил дроп от моста конекст который раздавали на этой неделе мы обсуждали кстати это в нашей группе в телеграме ссылки на все что я сейчас здесь показываю делаю будут обязательно в нашем телеграм-канале именно до который вы можете подписаться по ссылке из описания к видео и проделать их то есть это не просто я показываю чтобы что-то где-то есть а вы там ищите как хотите нет я все ссылочки обязательно все это оставляю подписывайтесь на телеграм-канал и там все это будет дальше у нас это активность была уже она прошла это джедай свап один из самых главных протоколов на старкнете если вы давали здесь ликвидность эта компания шла вот 17 апреля по 26 июля сейчас можете получить вот наконец-то эти долгожданные нефтишки в зависимость того сколько вы поставили ликвидности на какой срок у вас там разная рарность этих и нафть есть ну вот надо зайти их забрать если это делали не забудьте нас на на снапшот у нас два голосования по старт гейту то есть это у нас главный протокол на layer zero тоже практически ничего не стоит а активность вы проявите не забывайте голосовать на снапшоте потому что очень часто за это проекты раздают как раз свои вознаграждения свэл а свэл это у нас протокол ликвидного стейкинга то есть вы сюда заносите эфир и получаете с в эфир зависит от того как много вы его занесли сейчас идет компания можно получить так называемые жемчужины если вы еще вызовете там рефералов это еще будет больше если вы этот уже за стейка на эфир с w эфир где-то еще используйте тоже это увеличивает ваши шансы сейчас там есть список протоколов которые поддержат например пендал о котором я говорил вначале он тоже поддерживает стейкинг этого этого токена но в сети эфира то есть не забудьте что вот все эти истории с ликвидным стейкингом до эйджин лэйр вот у нас недавно был потом еще какие-то были протоколы мы постоянно вот эти протоколы ликвидного стейкинга это в принципе сейчас вторая тема по хайпу после l2 решение то есть два решения и протоколы ликвидного стейкинга это вот в общем-то тренд того что сейчас происходит здесь вот уже получите жемчужины жемчужины возможно скорее всего да как-то будут потом в токены этого проекта конвертироваться зики и пас выпустил свою программу это у нас протокол такой который помогает как бы дефицировать личность не знаю лично я ее скипаю потому что ну мне вот как крипто ну да не очень нравится история где мне нужно делать какой-то паспорт себе и так далее и не не факт что здесь будет какая-то большая раздача но если вы следите за этим проектом а у проекта я знаю много действительности есть сторонников и тех людей которым он интересен то не пропускайте вот такой вот компании здесь конкретно вот написано что можно делать есть гайд я вот ну так как я сам не делаю я глубоко не вникал есть гайд ну откройте посмотрите если вам интересно то можно делать зики линк продолжается у них вот это вот летняя их компания новая неделя и здесь новые задания на то есть это у нас депозит в различные сети через zkx это у нас такая биржа тоже можно получить дополнительные поинты на новой неделе более подробно об этой компании я рассказывал предыдущем своем видео по новостям тест нетов и если делали кстати прошлой неделе вот можно забрать уже бокс вот этот мастер бокс здесь поле хедра это у нас протокол непосредственно который занимается нэфти шками да то есть там вот эти панды и все такое там bridge этих нэфти шек то есть он построен с использованием технологии layer zero многие его используют именно для того чтобы получить дроп от layer zero но если вы уже его используете то вот здесь за чисто социальной активности можно еще тоже получить возможность попадания в white лист lira капсул ну возможно тоже что-то это нам даст линнея линнея это вот максимальный пожиратель нашего времени да там восьминедельная активность на galaxy было после которой мы получили на фишку и что вы думаете они раздали за нее токен нет они запустили теперь линнея фестиваль теперь у нас еще один фестиваль с кучей заданий но блокчейн действительно перспективный я кстати сейчас подготовлю видео про l2 решения скорее всего она в понедельник у меня выйдет обязательно посмотрите какие блокчейны я считаю наиболее перспективными в плане раздачи дропа какие менее перспективными линнея ну один из лидеров давайте честно на данный момент этой гонки и вот здесь вот у них появилась активность я думаю что наверное не стоит ее пропускать если вы считаете что ну если вы активничаете в линне и вот здесь есть у нас фестиваль группа а группа б и вот здесь каждый каждый из своих активности открываете смотрите можно делать если интересно линне а также у них появился свой дискорд до этого мы подключались к дискорду этого фонда консенсус да то есть который создал это масс который делает линне а вот теперь у них свой дискорд и я думаю что тоже не лишним будет вступить в него по крайней мере сейчас на ранних стадиях также нашел я интересный трекер активности что он делает вы можете вот посмотреть как раз свои активности вот в этих сетях то есть zk с инклины бейстарк на обзора ну и так далее и он смотрит что если эти сети будут раздавать свои токены по тем же критериям что оптимизм или арбитрум и вы тогда можете вот сюда ставить свой адрес кошелька он его проверит если вот по критериям арбитрума в сети zk с инк например ваша вероятность такая и вам столько-то насыпет но это опять же если были бы критерии арбитрума и оптимизма да но для нас в принципе сейчас является основой основ потому что это самые такие интересные последние раздачи токенов от сети l2 да ну и скорее всего следующие аирдропы в l2 решениях они будут безусловно ориентироваться на то как это делали арбитрум и оптимизм и поэтому можно проверить свой кошелек насколько вообще подходите по критериям ну по критериям предыдущим естественно старкве объявил что можно попробовать сейчас вернуть свои учетные записи в кошельках там бравос и аргент если помните там была такая история что они в течение двух месяцев писали пожалуйста зайдите в кошелек пожалуйста зайди в кошелек обновите его потому что у вас не будет больше доступа к вашему кошельку потому что у нас идет обновление если вы не обновите то потеряете вот если кто-то все-таки в итоге потерял то сейчас они вроде как добавили возможность вернуть эти аккаунты то есть заходите в кошелек свой и там смотрите должна появиться кнопка обновить арбитрум у нас объявил о том что он выпускать новый блокчейн стилус то есть он еще арбитрум новата в общем-то в начальном состоянии зачаточном можно сказать еще ничего не работает и практически нет протоколов они говорят нет мы уже пойдем к последующему последующему блокчейну будем создавать стилус не знаю то есть это означает ли это то что они забросят новое или нет они будут уже три блокчейна развивать но пока вот есть такая история можно добавить его сейчас в свой метамаск вот здесь все данные есть то есть они цепочки рпс ну и так далее так далее получить тестовые токены и через bridge забросить их из сети сиполия в арбитрум сиполия а потом из арбитрум сиполия забросить уже их в арбитрум стилус ну и вывести их обратно в принципе там никаких приложений ничего больше нет то есть поэтому только пока bridge туда и обратно можно сделать но уже можно засветить свой кошелек в этих активностях на на снапшоте также у нас началось голосование от mantel раньше это было бит да и нужно было иметь токены bit сейчас все это построена на токине мт они запустили свой токен и можно уже голосовать если вы держите токен мт только не забудьте что вот на этом сайте обязательно нужно эти токены или делегировать кому-то или делегировать себе если вы хотите сами голосовать вот здесь подключаете кошелек и у вас справа будет внизу то есть вверху будет возможность на кого-то заделегировать их, а внизу будет возможность именно заделегировать их себе, и тогда самого себя получается наделить правом голоса и уже голосовать в сети Mantle, то есть, ну, наверное, тоже будет какая-то активность, скорее всего, учитываться, ну, потому что обычно все вот эти вот голосовалки, они учитываются. ОП BNB, это еще один, LR2, только теперь лежат BNB, они запустили вот такую возможность получить NFT-шку, как бы Genesis NFT, то есть, ну, NFT, как бы Genesis, это создание, да, создание и развитие, если на русском языке, то есть, ну, самая начальная такая NFT-шка, то есть, подключаете вот здесь кошелек, листаете сразу вниз, и вам будет написано, достойны вы или недостойны этой NFT-шки, она сейчас еще пока не минтится, там через несколько дней это начнется, ну, там появится ссылка, сразу зайдете, увидите, если у вас есть на это право, то есть, какие-то активности делали в начале этой сети, то у вас должна быть возможность, то есть, ну, самые первые там получили награды в долларах, но я не думаю, что там кто-то из нашего комьюнити получил, хотя, почему бы и нет, да, ну, тут совсем мало людей, а вот NFT-шку они раздают достаточно мощно. Вот. На сети Zorro появился Layer Zero, то есть, у нас теперь Layer Zero есть в сети Zorro, скорее всего, я так подозреваю, что на Stargate будет возможность бриджа эфира в эту сеть и обратно, потому что пока туда бридж как бы работает хорошо, но опять же, из эфира только, а обратно надо ждать 7 дней. В честь этого можно заменить вот такую NFT-шку, ну, по-моему, это смарт-идея, если делаете Layer Zero и Zorro, то, ну, вообще, прям, must have, я себе все аккаунты сделал. На Layer 3 у нас появились новые активности, давайте быстренько пробежимся по ним. Это у нас, в первую очередь, Scroll, да, то есть, вот, четыре компании на сети Scroll, она у нас пока еще в TestNet, и поэтому деньги не нужны, то есть, это все тестовыми токенами делается. Можно вот пройти, пробежаться по ним, как бы, засветить свой кошелек в этой сети, пока она еще не вышла в MyNet, хотя слухи о том, что она вот-вот уже выходит, их все больше, то есть, я думаю, что в ближайшее время в MyNet она выйдет. Это, конечно же, не показатель того, что она уже раздаст дроп, скорее всего, она выйдет в MyNet, и там еще будет куча активностей. Как обычно, это в Layer 2 решениях бывает, ну, а пока вот можно здесь поактивничать. Также появилась компания от Linea, то есть, о которой мы уже сегодня говорили, то есть, они и свою компанию делают, и вот здесь у нас на Layer 3 есть какая-то компания, то есть, ну, пожиратель времени вообще очень мощный. На SnapShot есть еще у нас четыре, аж на голосование по Arbitrum, тоже не пропускаете, я как бы в сутки голосовать не буду вдаваться, я думаю, никому это абсолютно не интересно, о чем голосуют, просто не надо их пропускать, надо за что-то проголосовать и таким образом показать свою активность в сети. Venom, Venom блокчейн первого уровня, да, о котором много, в общем-то, говорят. Непонятная перспектива, на самом деле, его дропы, вообще его дальнейшей жизни, но работает он объективно хорошо и классно, и вот здесь есть возможность еще два новых квеста сделать, то есть, быстро летающий блокчейн, вообще все замечательно, но вопрос, а кому он нужен? Не знаю пока, но занимает буквально там 3-4 минуты вашего времени, а вы сделаете вот эти все активности, и тут две, это купить билет вот этот вот, и заменить какой-то сегменты, так понимаю, это NFT-шка, я еще сам не успел сделать, тут все обычно предельно понятно и просто. И последнее на сегодня у нас это Polygon делает новую компанию, если помните, вот на этом сайте, да, Intrack, у нас была компания Polygon ZKVM, ее остановили на второй неделе, сейчас они, я так понимаю, не продолжают ту компанию, а они берут и говорят, а у нас будет теперь новая, и здесь нигде не написано, кстати, что это Polygon ZKVM, это просто обычный полигон, здесь есть социальные задания, получаете баллы, потом по этой же программе, то есть P2P, ну это, я так понимаю, это никак не связано с торговлей, P2P это просто такое название, здесь же на Galaxy есть продолжение этой компании в двух частях, то есть вот к Discord присоединиться и второе, это вот эти вот движения все, тоже опять же социальные, плюс нужно одолжить 50, 25 матиков, взять займ 25 матиков, положить залог 50 и на TimeSwap также купить одну хотя бы NFT на DF, ну здесь все ссылки думаю есть, разберетесь, это не сложно, на этом у меня сегодня все, спасибо, что досмотрели это видео до конца, если вам нравится то, что делаю я, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а я продолжу делать новые видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok